Для того, чтобы понять, где и как формирует изображение данная пластина, изобразим ход лучей в ней. Вот ее верхняя поверхность, нижняя. Расстояние между ними известно, оно задано в условии задачи, параметр L. Пусть где-то над верхней поверхностью располагается источник, точечный источник света S. Положение оптической оси следующее. Она пересекает верхнюю поверхность точки O, нижнюю поверхность в точке O'. Пусть под углом α, достаточно небольшим по отношению к нормали, луч света выходит из точечного источника, падает на верхнюю поверхность точки A, преломляется, проходит внутрь пластины, достигает нижней грани и, испытав вторичное преломление в точке B, выходит наружу, пересекаясь с оптической осью в точке S'. В данном случае величины угла преломления β на верхней и, естественно, на нижней грани одинаковы. Точно так же луч, вышедший из нижней поверхности, будет отклонен относительно нормали под углом α, как и луч входящий. Но, правда, эти два луча, преломленный и падающий, будут лежать по одной и той же сторону от нормали, в чем и состоит характерная особенность данного типа материала. Что в данной ситуации нам нужно найти? Расстояние между источником S и его изображением S'. Давайте заметим, что это расстояние состоит из трех длин отрезков. S, O — расстояние от источника до верхней поверхности, расстояние O, O' — собственная толщина пластины, и расстояние O' — S' — от нижней поверхности до верхней поверхности. Для того, чтобы его найти, мы проделаем некоторое дополнительное построение. Давайте спроецируем положение точки А на нижнюю поверхность и назовем эту точку А'. Так как в получившемся прямоугольном треугольнике А' БА, катет А' Б будет противолежащим углу бета. И его длину можно найти, умножив величину прилежащего катета А'а, она нам известна, это толщина пластина L, умножив эту длину на тангенс угла β с одной стороны. А с другой стороны то же самое расстояние А'b можно представить как сумму длин двух отрезков. ОА, расстояние от оптической оси до точки входа луча, и расстояние О'b, от оптической оси до точки выхода луча. Каждый из таких отрезков также является катетом в противолежащем углу, но теперь уже α, в соответствующих треугольниках, в верхнем О'а и в нижнем О's'b. Длины этих противолежащих катетов также могут быть найдены как произведение длин прилежащих катетов, а это О's' и О's' на величину тангенса угла, в данном случае α. Итак, две эти строчки полностью тождественны в левой части, значит, приравняв правые, можем получить выражение для суммы длин расстояний О's' и О's'. Оно будет равняться произведению толщины пластины на отношение тангенсов, тангенса угла β к тангенсу угла α. Поскольку мы имеем дело с достаточно небольшими углами, мы можем заменить значение тангенса величинами их синусов. Синус β разделить на синус α. А отношение синуса угла преломления к синусу угла падения в полном соответствии с законом Снеллиуса есть обратное значение показателя преломления пластины. И тогда для суммы этих расстояний можем написать равенство L разделить на n, ну вернее на модуль показателя преломления, поскольку мы имеем дело с материалом, у которого этот показатель преломления отрицательен. И окончательный ответ. Расстояние, разделяющее источник и его изображение, S' будет равняться сумме толщины пластины и этой же самой толщины, деленной на модуль показателя преломления. И это и есть окончательный ответ данной задачи. Ну что обращает на себя внимание? Даже в том случае, если показатель преломления по модулю равен единице, пластина сможет сформировать некоторое изображение источника, находящееся на конечном расстоянии от него. Это расстояние будет равняться удвоенной ее толщине.